Распознать фальшивую купюру сходу практически невозможно. Единственное, что бумага на ощупь более грубая, но, конечно, для этого нужно иметь для сравнения оригинал. Поэтому, если вы сомневаетесь, настоящая у вас в руках купюра или фальшивая, лучше внимательно ее рассмотреть. Например, герб Банка России должен переливаться зеленым цветом. Вот на фальшивой купюре он не переливается. Во многих крупных магазинах распознать фальшивку продавцам помогает специальный аппарат – детектор валют. Он просвечивает деньги ультрафиолетом. А вот покупателям можно рассчитывать только на собственную внимательность и интуицию. Я, правда, не умею их смотреть. Можно ли я посмотрю на освещение? Покупуру. Я куплю РБ. Однако определить, что в руках фальшивка, можно и самостоятельно. Достаточно знать признаки, по которым ее можно выявить. Сегодня это не только водяные знаки. Уровень мастерства фальшивомонетчиков вырос в разы. Поэтому обращать внимание необходимо на мельчайшие нюансы и детали на купюре. Серийный номер на купюре выполнен способом ценной электрографии. В связи с чем краска, если ее потереть, осыпается. Я продемонстрирую сейчас. То есть прям не боятся потереть? Да, краска осыпается. Чего не будет на настоящей купюре. Кроме того, самые мелкие детали на фальшивке нечеткие и как будто размытые. А защитная нить напротив более яркая, чем на настоящей. И еще один самый простой способ определить, поддельная купюра или нет – намочить банкноту. Краски на фальшивой сразу поплывут. Сотрудник магазина, обнаружив подделку у покупателя, сообщит об этом в полицию. По приезду полицейские опросят гражданина, проведут необходимые мероприятия и отпустят человека. Ну, то есть, если человек не знал о том, что у него поддельная купюра, это не преследуется по закону. Получить в руки фальшивку можно где угодно, рассказывают полицейские. От рынка до крупного уважаемого супермаркета, если на кассе нет детектора банкнот. При каких условиях подделка попадает в руки, неважно. Она находится в обороте, а значит, любой ее держатель – звено преступной схемы. Не стоит пытаться сбыть или выбрасывать поддельную купюру. Это карается уголовным сроком до 15 лет. Единственный правильный выход в такой ситуации – сообщить в полицию. Сведения о том, кто и как передал фальшивку, могут помочь следствию выявить преступников. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом.